На юго-восточной окраине города Рязани находится заброшенный яблоневый сад. Он разделен на небольшие кварталы лесопосадками, в которых растут вязы, тополя, осины. В былые времена сад был ухожен и славился хорошими урожаями высокосортных яблок. В настоящее время он зарос кустарником, а также дикорастущими ивами и березами, которые давно уже обогнали по высоте старые яблони. Люди редкие гости в этих местах, а потому птицам здесь вольгодно. Весной и летом сад заселяет огромное количество различных птичек, и маленьких, и побольше. В саду кипит жизнь. Вот маленькая птичка-пищуха облюбовала себе жилье в щели ствола липы. На иве поселился яхи. В зарослях ландыша выращивает потомство соловей. Много лет назад это место облюбовали дрозды-рябинники. Они образовали здесь колонию, и с тех пор каждый год от 10 до 20 пар выводят здесь свое потомство. Присутствие рябинника привлекает сюда большое количество мелких птиц. Дело в том, что рябинник славится способностью защищать от пернатых хищников свои гнезда, а заодно и гнезда мелких соседей. В ветвях молодого американского клюна на высоте 40 сантиметров от земли спрятала гнездо садовая славка. На иве живет семейство черного дрозда. Прямо на земле, в зарослях травы, поселилась пиночка-весничка. Внутри сгнившего пня березы разместилась зарянка. А вот и гнездо лесного конька в зарослях с лаком. Размеренно течет птичья жизнь. Но не все в саду так спокойно, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на близкое присутствие дроздов-рябинников, маленькие птички и их гнезда все равно уязвимы. Недаром ведь поблизости поселилось семейство ястребов-перепилятников. У перепилятника вывелись птенцы и их нужно усиленно кормить. Пока самка сидит с потомством, самец на охоте. Перепилятник представляет особую опасность для мелких птичек. Он быстрый и маневренный. Легко проносится между деревьями и кустами. И скрыться от него не может ни зеленушка, ни зябрик, и никакая другая маленькая птичка. Вороны и сороки, живущие неподалеку, тоже не прочь поживиться яйцами и птенчиками маленьких птичек. Но самцы Дроздог-ребенников отважно стоят на защите своих гнезд и заодно гнезд мелких пернатых соседей. С тех пор, как у них появляются птенцы, они усиленно охраняют территорию. Пока самки сидят с детьми, они внимательно следят, не приблизились ли к гнездам вороны, сороки или ястребы. Если хищники держатся на верхушках деревьев или летают высоко над садом, рябинники их не трогали. Но стоит вороне, сороки или ястребу спуститься на уровень веноз метров на 5-8, самцы смело бросаются на врага камни вниз и обстреливают его пометом. Бомбы из помета – опасное оружие, так как могут настолько загрязнить и склеить оперение пернатых хищников, что те не смогут летать. Это знают вороны, сороки и ястребы и стараются держаться от рябинников подальше. Это знают и мелкие птички и каждый год стараются селиться в колонии поближе. Недаром же дрозд Белобровик построил свое жилище среди низкой и редкой травы, очень близко от гниста рябинника. Хуже, чем обычно, замаскировал свое гнездо соловьи. Наверное, понадеялся на защиту рябинника. В безопасности чувствуют себя здесь зеленушки. А зяблики настолько доверяют защите рябинников, что сразу пять семейств построили гнезда на очень близком расстоянии друг от друга. Такая высокая их концентрация возможна только в колонии рябинников. И причем это гнездо они опрометчиво сделали с большой примесью ваты. Оно хорошо заметно хищникам и потому особенно уязвимо. Однако, благодаря защите рябинников гнездо уцелело и в положенный срок пшенцы из него благополучно вылетели. Несмотря на то, что самец куда-то исчез, вероятно, стал жертвой ястреба и самка сама выращивала потомство. В пятнадцати метрах от колонии рябинников построили себе гнездо сороки. Пока птенцы росли, взрослые сороки никогда близко не подлетали к рябинникам и те на них не нападали. Но когда три сорочонка, покинув родительский дом, по неопытности оказались на территории колонии, они сразу же были атакованы рябинниками. Одному из них не повезло особенно. Разъяренные рябинники скинули его на землю. Взрослые сороки наблюдали за происходящим со стороны, но на помощь птенцам не пришли. В конце концов, рябинники отогнали сорочата в колонии метров на пятнадцать и перестали на них обращать внимание. Там сорочата жили еще неделю, а потом вместе с родителями переместились еще дальше. Эта ворона опрометчиво подлетела близко к гнездам рябинников и была и не атакована в воздухе. Спасаясь, она вынуждена была сесть на землю и, прячась в траве, пешком покинула опасную землю. Но прежде чем она выбралась с территории колонии, пережила, по всей видимости, немаленький стресс. Рябинники усиленно ее атаковали. Но, к сожалению, не от всех хищников могут спасти своих птенцов и маленьких птичек рябинники. Дело в том, что они не способны защищать гнезда ночью, поэтому большинство грекопитающих именно ночью нападали. И такие нападения заканчиваются плачевно для птичек. В этом разоренном гнезде певчего дрозда побывал, по всей видимости, горностай. Не все птенцы, появившиеся на свет в яблоневом саду, доживут до взрослого возраста. Но те, что выживут, отправятся на зиму в теплые края или переберутся в город, чтобы в будущей весной вернуться в яблоневый сад для разведения нового потомства. Редактор субтитров А.Семкин